Очередное уголовное дело завели на отстраненного генпрокурора Александра Стояногла. На сей раз по двум пунктам обвинения. Разглашение тайны следствия и нарушение неприкосновенности личной жизни. Речь о заявлениях, сделанных Стояногла на брифинге 4 октября, когда он представил доказательства связи бывшего прокурора Виарила Мороля с представителями депмиссии и НПО, целью которых, как он тогда утверждал, была его отставка и подчинение генпрокуратуры интересам политиков. Новые обвинения выдвинуты Стояногла по двум статьям Уголовного кодекса о неприкосновенности личной жизни и о разглашении данных уголовного преследования лицом, осуществляющим контроль за ведением уголовного процесса. Вместе с Александром Стояногла в деле фигурирует и бывший прокурор Каролина Ведрашко-Брынза, которая расследовала дело Виарила Мороля. 4 октября Стояногла, чтобы доказать, что новые власти с самого начала задались целью сместить его с должности, зачитал на пресс-конференции частные разговоры Виарила Мороля и других лиц. Адвокат Александра Стояногла Василий Гавтон заявил для прессы, что новые обвинения – это месть нынешних властей, а в самой генпрокуратуре найдутся те, кто воспользуется этим делом для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Напомним, отстранённый генпрокурор был задержан за час до объявленного им брифинга 5 октября по заявлению, поданному депутатом ПДС Лилианом Карпом. До прошлой недели суд продлевал его арест. Сейчас он находится под судебным контролем. По решению служителей Фемиды ему запрещены публичные выступления.